На Северном Кипре сейчас 18 высших учебных заведений. Через 3 года добавится ещё 10 и будет 28. То есть это такая политика Кипра, развитие именно этого направления экономики. И те университеты, которые понимают, что им нужно сейчас себя преподнести и правильно прорекламировать, они стали сотрудничать с компанией, которая является представителем нескольких университетов. И также компания, эта компания Инфолюб, она сотрудничает с холдингом нашим. И таким образом мы можем дать такое уникальное предложение. В чём же оно заключается? Уникальность в том, что мы можем получить здесь образование со стопроцентной скидкой. Или, допустим, если мы знаем, как проходят обучающие программы на постсоветском пространстве, что у нас есть бюджет и есть платное, то вот здесь, в нашем случае, на Северном Кипре, мы будем говорить о том варианте, который называется бюджет. Но каким образом мы смогли получить эту возможность? Во-первых, потому что идёт рост количества университетов, и прогрессивные университеты, они готовы свои резервы, в которых находятся вот эти бесплатные, вот эти стопроцентные гранты, они их готовы сейчас нам отдать для того, чтобы больше и больше количества людей узнало об этом университете. Во-вторых, уже опыт, более шести лет мы трудимся в этом направлении, и есть определённые наработки, опыт, уже более 150 студентов обратились к нам в компанию, офис находится на Кипре, и мы, то есть от начала до конца ведём студента. Вот как он только захотел поступить, он присылает нам документы, мы начинаем с ним общение, беседу, консультирование, затем получаем на него приглашение от университета, дальше мы встречаем этого студента, и уже все шаги по регистрации, по прохождению экзаменов, по расселению, по всем-всем-всем пунктам мы уже с ним за ручку идём, нет никакого волнения у родителей, что он один, что неизвестно другая страна, языковой барьер, не знаем, как с этим справиться. То есть мы полностью сопровождаем нашего студента от поступления, от заявки до его окончания учебного заведения. Значит, наши университеты на Кипре, они работают по американской системе. Бакалавриат у нас 4 года, магистратура 2 года. И диплом международного образца обучение идёт на английском языке, то есть получается, что приобретая специальность, мы ещё приобретаем высокий уровень английского языка. Мы можем работать также переводчиками, репетиторами английского языка, то есть фактически две профессии. Международного образца диплом заверяется в Турции. Почему? Потому что мы на Северном Кипре, и все документальные моменты, они у нас проходят в Турции, потому что мы сейчас являемся Турецкая республика, Северный Кипр. Вот такое у нас государство. Значит, обучение ведётся на английском языке. По окончанию университета свободно владеет, да, я уже это сказала. И начало учёбы у нас в октябре или в феврале. То есть здесь система американская позволяет нам два раза в год поступить в университет. Если мы сейчас в странах СНГ попытались поступить в тот или иной ВУЗ, и вдруг что-то не так, то у нас есть возможность в феврале подать документы, чтобы начать весеннюю сессию. Это будет начало учёбы. Значит, перед тем, как пойти на учёбу, нам нужен только тест английского языка. Это даже не экзамен. Никакие ЕГЭ, никакие баллы, никакие специальные программы не нужны для поступления в наши высшие учебные заведения. Политика американской системы образования состоит в том, что вы приходите к нам, вы хотите получить знания, вы нам платите, а мы вас обучаем. Не нужно иметь семь пядей во лбу для того, чтобы прийти и начать учёбу. Только лишь английский язык, потому что обучение происходит на английском языке. Но если мы не выучили английский язык, или мы выучили его недостаточно, и из 100 баллов мы не набрали 60 баллов, то тогда мы идём на фундейшн. Что такое фундейшн? Это изучение только английского языка 4-5 часов в день. 4-5 часов в день, суббота, воскресенье, выходной. Языковая среда плюс совершенно другой метод подачи, изучения иностранного языка. И максимум за полгода человек хорошо говорит, слышит, понимает и уже ориентируется в данной ситуации. Если, допустим, у человека недостаточно, если он за полгода не справился, можно год учиться на фундейшн, и всё равно этот уровень мы получим. То есть не было ещё ни одного такого студента, который бы не научился английскому языку даже с нуля, потому что именно преподавание идёт определённым образом. И здесь вот написано об этом, что нет отчисления. На самом деле за неуспеваемость не отчисляют. Почему? Потому что невозможно не успеть. Настолько интересно преподается материал, настолько зажигаются студенты, они с энтузиазмом просто учатся, и когда приходит время сессии, они её сдают легко, но вдруг кто-то проспал, или что-то не доделал, или не успел, или уехал. На следующий семестр он берёт этот же самый предмет, ещё раз его проходит и сдаёт со следующей сессии. То есть неуспеваемости её просто не бывает. Можно учиться в наших университетах до 8 лет. То есть если 4 года у нас программа, то до 8 лет можно учиться. После 8 лет говорят, что уже учиться больше не нужно, уже вы не прекратите, уже не продолжайте обучение. Но до 8 лет программу 4 лет может пройти любой. Американская система является отличительной в том, что мы сами выбираем себе предметы и сами себе подбираем график обучения. То есть есть определённый набор предметов по специальности, и студент знает, что он должен их пройти и сдать. Когда он это проходит, в какое время, как он именно компонует тот предмет с этим, это уже выбор каждого студента. Нету групп. Как, допустим, в наших университетах есть группы, у каждого своя группа, есть куратор группы, есть ещё кто-то там староста группы, вот у нас было в своё время, когда я училась, то здесь группы нет. Здесь мы приходим и учимся, может быть, тот, кто на первом курсе, сидеть в одной аудитории с четвёртым курсом, потому что студент выбрал, что этот предмет он будет изучать вначале. То есть групп нет. Проживание и питание. Проживание и питание, значит, это отдельная статья расхода, она не входит в обучение. Про стоимость обучения мы немножечко позже, я вам скажу. Значит, что у нас с проживанием? Общежитие за год нам нужно заплатить от 1400 евро. Если вам будет интересно, я вам вышлю фотографии общежития, каждого комнаты, что и как стоит. Но на самом деле общежития очень комфортабельные, очень ухоженные, симпатичные. И цена вот такая, начинается от 1400 евро, но больше двух человек в комнате не живёт. Это 1400 евро, это если мы живём вдвоём в комнате. И если вот не хочет человек однозначно жить в общежитии, ну, у него другие приоритеты, то если в группе тоже вдвоём, втроём снимают апартаменты, то порядка 150 евро. Питаются в университете, в ресторане, в кафе. Цены очень низкие, очень вкусные, и большие порции, порядка вот двух евро обед у нас стоит. Вот такой красивый университет Final. Этот университет сотрудничает с французским университетом. Очень сильная преподавательская база. Получается на шесть студентов один преподаватель. То есть каждым студентам можно сказать, что нянчается, и вокруг него ходит хоровод преподавателей. Почему этот университет так хорош? И вот основные причины. Во-первых, это молодой университет, сильный преподавательский состав, шесть студентов я уже сказала, качественное очень образование, все его очень хвалят, обучение в международной среде, карьерные стажировки, гарантия на работу. В этом университете, хозяева этого университета, они владеют рядом отелей и гостиниц, когда есть возможность у них взять студентов уже в свои предприятия. И уже с первого курса студентов распределяют либо в гостиницу, либо в туристическое агентство. Это именно факультет сервиса и туризма. И то есть можно прийти на учебу с первого курса, уже знать, что ты будешь обеспечен работой. Карьерные стажировки – это когда мы едем в другую страну. По этой же программе, с этими же условиями, которыми мы поступили в наши университеты Северного Кипра, мы заранее выбираем страну, университет, оформляем документы, университет нам в этом помогает, и мы с этим тоже занимаемся. И наш студент уезжает в другую страну на один семестр. Да, семейная атмосфера, очень хорошая, добрая, приятная атмосфера, студенческие клубы, безопасная среда обучения. Безопасный остров, вот и безопасная среда обучения. Вот теперь о стоимости обучения именно по вот этой уникальной скидочной программе. Мы имеем возможность, как представительство университетов, наших студентов, обучать в университетах бесплатно, практически. Как это происходит? Первый год студент оплачивает полную стоимость. Второй, третий, четвертый год за обучение студент ничего не платит. Это так называемый грант. Это привилегия ассоциации производителей нашего прекрасного холдинга. Эти условия мы сделали именно для него. Эти условия выданы нам университетами по ряду причин. И когда студент поступает к нам, мы выдаем ему гарантийное письмо. Первый год он проплачивает, обучается первый год. На следующий год у него остается плата за проживание, питание и административное обслуживание. Что входит в административное обслуживание? То есть это отдельная статья от обучения. Это студенческая виза, это медицинская страховка, это пользование автобусами, которые круглосуточно курсируют по городу, в столицу, на пляже. Для студентов они бесплатные. Это всевозможные конкурсы, фестивали, концерты. Это пользование офисом и офисом университета и всей необходимой документацией, библиотекой. Вот это входит в административное обслуживание, которое за год составляет порядка 800 евро, плюс-минус, в зависимости от факультета. И то, что мы говорим о фундейшене, вот об этом английском языке, если вдруг нам недостаточно знания английского языка при поступлении, если мы всё-таки не набрали 60 баллов, то нам необходимо вначале заняться только английским языком. Это не будет утяжелять нашу обучающую программу, если мы будем идти вот по этой скидочной программе. То есть вообще фундейшен отдельно на всех университетах, он стоит порядка 3000 евро, где-то даже дороже, 3500, где-то чуть-чуть поменьше. Но здесь мы платим, то есть студент платит 5500 или 6500, в зависимости от факультета, и дальше либо он пошёл на фундейшен, либо он пошёл сразу, приступил к изучению специальности. Независимо от того, какого уровня английский язык, какого уровня подготовка, человек больше ничего не доплачивает, а идёт и обучается на английском столько, сколько ему нужно, или полгода, или год, и потом уже по общей программе. Вот административное обслуживание я вам уже рассказала. И, да, большой офис у нас, большой офис на Кипре именно этой компании. И можно здесь говорить о том, что это большой плюс для родителей, для того, чтобы не волноваться. То есть отправили ребёнка, или некоторые родители всё равно сами приезжают, привозят ребёнка. Часть всё-таки отправляют детей самостоятельно, потому что это уже взрослые, уже не дети, студенты, да. И здесь наш огромный плюс в том, что мы здесь русскоязычные на острове. Наша компания, мы всё время на связи с родителями, мы на связи со студентами, с их детьми, и мы на связи с руководством университета, и мы контролируем и курируем весь процесс обучения. Что-то подсказать, что-то откорректировать, какие-то моменты исправить, что-то найти более лучшее, подходящее, то здесь, конечно, мы на месте, и мы помогаем, и вместе с вами, вместе с родителями, вместе со студентом мы всё это делаем лучшим образом. И сейчас у меня Анна спрашивает, да, какие специальности. Сейчас я открою документ, где у нас есть одного университета перечисленные специальности, чтобы вы так имели представление. А потом, если у вас будет... Если у вас будет... Вот это у нас файнал, международный университет. Я не знаю, как у вас, но у меня не очень хорошо здесь видно. Может, вы можете увеличить у себя на экране, но я продиктую. Значит, у нас факультет архитектуры изобразительных искусств. Это специальность архитектура на английском языке. Вот если вам видно, виден этот слайд полностью, что вы можете прочитать, то всё, что написано на английском языке, это для нас. Это международное образование для постсоветского пространства. Если вы видите, что на турецком языке написано, то это для именно граждан Турции. И они никогда не имеют скидок, они всегда платят абсолютно по полной программе. Для нас почему-то университеты очень ждут наших именно студентов. Но я неправильно выразилась, не почему-то, а почему они ждут наших студентов, потому что наши студенты умные. Наши студенты дают очень хорошие показатели. Наши студенты спортивные. Наши студенты ответственные. Наши студенты очень отличаются от постсоветского пространства. И у них есть желание видеть нас в большем количестве. Значит, архитектура на английском языке. Факультет искусств и наук. Психология на английском языке. Факультет экономики и административных наук. Бизнес-администрирование на английском языке. Международные финансы на английском языке. Международная торговля и бизнес на английском языке. Факультет педагогических наук. Только всё для граждан Турции. Факультет инженерии. Строительная инженерия. Компьютерная инженерия. Электронная и электрическая инженерия. Программная инженерия. Всё на английском языке. Всё для нас. Факультет медицинских наук не для нас. Факультет политических наук. Это политические науки и международные отношения для нас. Культура и спорт не для нас. Школа туризма и кулинарного искусства. То есть вот туризм и гостиничный менеджмент для нас. И есть по этому факультету идёт... Значит, что у нас идёт по этому факультету? Трудоустройство с первого курса. После окончания какого класса школы можно поступить? Анатолий задаёт вопрос. Если у нас есть аттестат 11 классов, то на основании этого аттестата мы можем поступать в высшее учебное заведение. Минимальный возраст для поступления 16 лет. До какого возраста могут быть студенты? До 80 лет. До 80 лет, то есть взрослые, абсолютно все люди могут поступать в университет. Главное, чтобы у нас был аттестат о школьном образовании. Аттестат полного школьного образования. Так, я думаю, что сейчас время вопросов. Если у вас есть ещё вопросы, я буду рада на них ответить. Если вопросов нет, пишите мне лично. Я буду знать, что вы... Так, и если это второе высшее образование, есть разница. Второе высшее образование, Татьяна, то могут быть некоторые предметы за зачётом идти. То есть хорошо взять выписку из университета прежнего, и уже можно поступать и быстрее его закончить. Второе высшее образование вы сможете здесь закончить и за два года, ну, если очень постараться, за три. Так, я могу оставить свой скайп, и вы тогда, пожалуйста, задавайте вопросы мне лично. Я буду рада с вами связаться. Но все моменты, всё, что связано с участием в отдыхе, в образовании, всё через холдинг, всё через наш холдинг, через руководство. То есть на какие-то организационные вопросы я смогу вам лично ответить, больше объяснить, прислать каких-то картинок, ответить на ваши все вопросы, провести с вами время в телефонном режиме или в скайпе столько, сколько понадобится для этого. Но дальше уже шаги у нас по финансовым моментам идут через холдинг. Всё, спасибо всем большое за внимание. Была очень рада провести время с вами. И надеюсь, мы снова скоро встретимся. Хорошего вам вечера и прекрасного настроения.